Здравствуйте, ребята! Урок математики. Тема «Писненные приемы сложения и перечитания в пределах 100. Закрепление». В этом учебном году мы с вами научились решать примеры письменно в пределах 100. С переходом через десяток, без перехода через десяток и с приема, где есть нули. Давайте сейчас повторим осные приемы сложения. Как к 36 прибавить 12? Мы что делаем? 12 раскладываем на сумму разрядных слагаемых. Это 10 и 2. 36 прибавляем 10, получаем 46. 46 плюс 2, получаем 48. Сумма равна 48. Хороший прием. Сложение устно. Однако, вспомните, мы письменно уже научились решать. 36 записываем. С левой стороны плюс ставим 12. Единицы пишем под единицами, десятки под десятками. Равну. Складываем. Складываем единицы. 6 плюс 2, получаем 8. Пишем под единицами. Складываем десятки. 3 десятка плюс 1 десяток, получаем 4 десятка. Читаю, отвин. Сумма равна 48. Удобнее, легче считать. Посмотрите на следующий прием. Прием письменный. Устный прием вычитаем. Мы сначала решим. Без перехода через десяток. 36 минус 12. 12 это сумма чисел 10 и 2. Вычитаем. От 36 до 10 вычитаем, получаем 26. 36. И минус 2. Получаем 24. Письменно запишем этот же прием. Пример. 36 минус 12. Единицы пишем под единицами, десятки под десятками. Начинаем вычитать. 6 минус 2. Получаем 4. Пишем под единицами. Вычитаем десятки. 3 десятка минус 1 десяток. Получаем 2 десятка. Получаем. Пишем под десятками. Читаем ответ. Разность равна 24. Перед вами все приемы сложения и вычитания в пределах 100, которые мы изучили в этом учебном году. Сейчас мы с вами повторим все приемы. Посмотрите внимательно. 45 плюс 23. Единицы записаны под единицами. Десятки записаны под десятками. Считаем. 5 плюс 3. Получаем 8. Пишем под единицами. Прибавляем десятки. 4 плюс 2. Получаем 6 десятков. Читаем ответ. 68. Отступаем 3 клеточки и записываем следующий пример письменно. 34 плюс 24. Решайте самостоятельно. Проверяйте себя. Получилась сумма равна 58. Следующие приемы. Вычитание без перехода через десяток. 57 минус 26. 6. Сосчитайте, сколько получилось. Результат равен 31. Единицы записаны под единицами. Десятки под десятками. Разность равна 31. Следующий пример. 68 минус 32. Сосчитайте. Сосчитайте. Результат равен вычитанию 36. Следующие приемы. Сложение с переходом через десяток. 37 плюс 48. Единицы также под единицами. Пишутся десятки под десятками. И начинаем считать. Складываем единицы. 7 единиц плюс 8 единиц. Получаем 15 единиц. 5 единиц записываем под единицами. 1 десяток запоминаем. Прибавим его к десяткам. 3 десятка плюс 4 десятка. 7 десятков. Да еще 1 десяток будет 8 десятков. 8 сумма равна 85. Следующий пример. 36 плюс 25. Не забываем, что единицы пишутся под единицами. Десятки под десятками. Сосчитайте, сколько получилось. Сумма равна 61. Правильно, ребята. Следующий пример. Посмотрите. В результате у нас при сложении получится нули. При сложении единиц. 7 единиц плюс 3 единицы получаем 10 единиц. 10 единиц это 0 единиц. Записываем под единицами. 1 десяток запоминаем. Его прибавим мы в десятках. 3 десятка плюс 5 десятков. 8 десятков. Да еще 1 будет 9 десятков. Сумма равна 90. Следующий пример. 36 плюс 24. Сосчитайте самостоятельно. Сосчитайте самостоятельно. Сумма равна 60. Следующий пример. 87 плюс 13. Семи прибавляем 3 единицы. Получаем 10 единиц. 0 единиц записываем. 1 единица. 1 десяток запоминаем. К десяткам. Прибавляем десятки. 8 десятков плюс 1 десяток будет 9 десяток. Да еще 1 десяток. Это будет 10 десятков. Или 100. Вычитание. Прием вычитания на однозначное число. Где уменьшаемые имеют нули. 40 минус 8. Обратите внимание. Единицы пишутся под единицами. Так как десятки отсутствуют. Оставляем свободное место. Вычитаем единицы. От 0 в 8 не можем учить. Идем занимать у десятков. Не забываем, что ставим точку. Это говорит о том, что стало на 1 десяток меньше. 1 десяток это 10 единиц. 10 минус 8. Получаем 2. Осталось 3 единицы. Ответ читаю. Разность равна 32. Следующий пример. 50 минус 7. Решается самостоятельно. Подобный пример. Разность равна 43. Следующий способ вычитания. 50 минус 24. От 0 в 4 не можем вычесть. Занимаем у десятков. 10 минус 4. 6. Осталось 4 десятка. Минус 2 десятка. Получается 2 десятка. Разность равна 26. Вычитаем с переходом через десяток. 52 минус 24. От 2 единиц не можем вычесть 4 единицы. Занимаем десяток. Точно так же ставим точку. Не забываем о том, что точка обязательно ставим. 10 единиц до 2 единиц 12. 12 минус 4. Получаем 8 единиц. Пишем под единицами. Вычитаем десятки. Осталось 4 десятка. 4 десятка минус 2 десятка. Получаем 2 десятка. Разность равна 28. Следующий пример. Подобный. 64 минус 27. Тоже с переходом через десяток. Решаете самостоятельно. Результат равен. 37. Посмотрите. Мишка решал пример. Он тоже научился решать. Посмотрите. 73 минус 25. И он получил 58. Давайте сейчас мы с вами решим этот же пример. Проверим. Правильно. Мишка решил. 73 минус 25. Рассуждаем. А 3, 5 не нужно вычесть. Занимаем от десятка. Ставим точку. 10 до 3. 13. 13 минус 5. Получаем 8. 8 единиц. Записали под единицами. Осталось 6 десятков минус 2 десятка. Получаем 4 десятка. Результат вычитания равен 48. Разница. Видите. У ниж 58 у нас 48. Нам нужно проверить. Возьмем наш пример. Проверяем его. Для этого надо разности прибавить вычитание. Если получится уменьшаемое, значит мы решили пример правильно. Значит 48 плюс 25 получилось 73. Мы были правы. Вычитание нужно проверять сложение. Также сложение нужно проверить. Чтобы убедиться в правильности вычислений, нужно выполнять проверку сложения. Для этого можно воспользоваться правилом нахождения известного компонента действия. Так правильность вычитания суммы двух чисел можно проверить двумя способами. Первый слагаемый 45, второй слагаемый 18, сумма 63. Мы от суммы 63 вычитаем первое слагаемое 45, получаем второе слагаемое 18. Или по-другому можно сделать. От суммы 63 вычитаем второе слагаемое 18, получаем первое слагаемое 45. Итак, чтобы проверить вспоминаю, чтобы проверить правильность сложения двух слагаемых, из суммы вычитаем одно из слагаемых. Если получится другое слагаемое, то действие выполнено верно. Итак, ребята, мы сегодня с вами вспомнили все письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!